Сейчас мы с вами вяжем отделочную полосочку. Конечно, можно так провязать и все изделие, но это очень тяжело, слишком ажурно и, наверное, будет слишком ажурно. Но как отделочная полосочка, вот такой рисунок вполне подойдет. Можно пустить две полосочки, можно откорректировать рисунок между ажурами, пустить не одну петельку, а две, тогда он будет более плотный, не такой дырчатый, не такой ажурный. То есть этот рисунок, как и все остальные, подлежит корректировке под вашу пряжу и под ваши потребности. Если очень тонкая ниточка, то вполне возможно этот рисунок немножко растянуть именно путем того, что мы между ажурами будем пропускать не одну петельку, а две. Тогда он будет более плотным и не таким ажурным, не таким рыхлым. Вязать можно и плотной вязку, потому что ажуры, они дают слишком сильную рыхлость, если вы не хотите, чтобы это было слишком ажурным. Вязать можно немножко поплотнее. Для работы потребуется, ну желательно, два одноигольных декера и полный набор двухыгольных, трехыгольных, четырех и пяти. Если нет такого набора, пользуемся тем, что есть, ручками сдвигать будем тем количеством игл на декере, которые у нас имеются в наличии. Итак, первое, что я делаю, я отмечаю мелом, бумажкой, клеем, пластырем, как угодно, центральную петельку, на которую я буду надевать весь рисунок. У меня девятая петля из рисунка. И первый ряд, две петельки, одеваю на вот эту вот выделенную иголочку. Это первое, что я делаю. Теперь для чего мне два декера? Буду делать перенос косичкой. Ажур, пропуская одну рабочую петлю, через одну петлю от ажура делаю перенос косичкой. То есть петлю, которая у меня образует ажур, я не просто пересаживаю на соседнюю, а снимаю соседнюю, пересаживаю петельку на иголку и только сверху одеваю хозяйку, которая там была. То есть я убираю петлю под соседнюю петлю. То же самое делаю здесь. Снимаю две иглы, делаю пересадку, как если бы я просто пересадила петельку и сверху одеваю хозяйку этой иголки. У меня получается, что петля ушла под соседнюю петельку и очень красивый перенос петель косичкой. Создает дополнительный объем, ажурность и более насыщенный рисунок. Два ряда. Опять определяю петельку, на которую буду надевать петли. Беру теперь двухигольный декер и насаживаю на эту иглу, так же теперь уже две петли. У меня ажур начинает расхождение. Вот моя центральная петелька, два ажурчика. Опять пропускаю одну рабочую иголку и делаю перенос косичкой через одну иглу. Можно делать простые переносы, можно, но это будет выглядеть гораздо проще. То есть, если вы хотите ускорить процесс, тогда придется и упростить рисунок. Но видите, достаточно небольшой тренировки, немножко поработать, буквально чуть-чуть. И я не скажу, что перенос косичкой занимает очень много времени. Много времени это не занимает, но зато такой красивый эффект получается. Два ряда. Центральная петля, трехугольный декер. И все то же самое, делаю расхождение до того момента, который мне удобен. То есть, есть у меня пятиигольный декер, я делаю пятиигольным последним. Потом начинаю все сначала. Был бы у меня шестиигольный, я бы делала шесть раз. И все зависит от того, насколько вам удобно выполнять этот рисунок. Его, в принципе, можно делать и узеньким, и маленьким. Внутри иглы это, конечно, мало. Но четыре, четырехугольный. Смотрите, чтобы это не вызывало какого-то напряжения и отторжения от вязания. Потому что, если вывязывать вот таким образом, причем неудобно вывязывать весь рисунок, может возникнуть желание все бросить. Два ряда. Поэтому надо делать так, чтобы было удобно. Так, это был трехугольный. Все, убираю теперь четырех и пятиигольный. Смотрите за иголками. Смотрите обязательно. Очень тяжело поднимать вот эти декерные рисунки. Мало того, что ажуры поднимать тяжело, если спустится петелька. А декерные пересадки, они еще тяжелее, потому что... Петли идут не одна под другую, они уходят вбок. Для подъема таких рисунков требуется определенный навык. Если вы спустите петлю где-то в середине полочки, это может быть заметно и испортит вам рисунок. Поэтому не отвлекайтесь от таких вот... Вывязывание таких вещей. Следите внимательно за петельками. Ваш изделие всегда будет очень аккуратно и красиво выглядеть. Два ряда. И последний пятиигольный декер берем. Если у вас нет пятиигольного, берите 3,2. Если вы хотите выдержать рисунок. Так, пятиигольным делаем то же самое. Ну, последний раз и будем все начинать заново. То есть это замечательная отделочная полоса ажурная, которая может оживить любую нашу скучную какую-нибудь кофточку. Вязать можно простой гладью, либо рельефным каким-то полотном, которых у меня предоставлено великое множество. Так, посмотрите образцы. И вот так вот можно оформить отделку. Среди каких-то вот этих рельефных рисунков, которых можно найти сеточку. Среди сеточки идет ожирная полоска. Очень красиво. Два ряда. Мы закончили очередной блок. И начинаем опять с первой полосочки. Вот она у меня отмечена. Петелька. И все, начинаем заново. Получаются вот такие вот расходящиеся стороны полосочки. Очень рельефные косы. Не косы, а петли. Видите? Вот эти рельефы достигают с переносом косички. Если бы не делали косичку, здесь было бы достаточно простенько. Просто петли вот так вот с узелочками уходили бы одна под другую. А так у нас такой замечательный рельефный перенос петель. Продолжение следует...